Пробурить отверстие, поместить туда взрывчатку, подрывная служба работает слаженно. Такими жесткими методами спасатели борются со льдом. На учениях только отрабатывают технику, взрывать ничего не будут. Когда начнется паводок, их навыки могут пригодиться на реках Чапаевка и Большой Кенель. Данный метод очень эффективен, помогает достичь быстрого спада уровня воды в населенном пункте, затопленной территории, обеспечивая уход в талых вод. Как правило, город затапливается не в самом городе, а где-то на подходе к городу. И, соответственно, в подходе к городу устраиваются данные мероприятия. В учениях участвуют все службы. Одни отрабатывают навыки спасения людей из воды, другие производят так называемое чернение льда. Посыпают его залой или грунтом, чтобы под действием солнечных лучей он быстрее растаял. Когда стихии бушуют, на помощь приходят и мешки с песком. Из них спасатели строят дамбы. Плотины возводят по береговой линии, чтобы вода с рек не попала в населенный пункт. Не так давно при затоплении в Яблоневом овраге строили как раз такую плотину. Но тогда использовали не только мешки с песком, а все, что могло создать препятствие для воды. 200 человек личного состава, полсотни спецмашин, на вооружении у спасателей вся необходимая современная техника. По данным сотрудников МЧС, паводок в регионе начинается с южных районов. Сначала вскрываются малые реки, потом Волга. Когда ждать половодия в этом году, пока не ясно. Точные прогнозы станут известны только в середине марта. Вся информация будет стекаться в оперативный штаб. Связь установлена со всеми муниципалитетами. При необходимости там, где возникнут нештатные ситуации, будут развернуты лагеря спасателей. Начальник регионального управления МЧС высоко оценил готовность всех служб. Мы готовы к любому развитию ситуации. Мы готовы своевременно людей оповестить, если будет где складываться какая-то нештатная ситуация. Ну и, конечно же, прийти на помощь. Свою работу будем именно ставить на предупреждение, на своевременное информирование. В борьбе с паводком спасателям может помочь погода. Если весна будет долгой, днем все время будет плюсовая температура, а ночью минусовая, половодие на малых реках пройдет практически незаметно. Что касается Волги, все водохранилища активно готовят к приему паводковых вод. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.